Ивановский пассажирский транспорт штормит уже не первый год. Сначала ходили слухи о планируемом закрытии предприятия, а совсем недавно на просторах интернета появилась новая страшилка о массовом увольнении сотрудников. В октябре очередная партия кондукторов увольняется из ИПТ. Если директор Федоров не решит этот вопрос и не найдет людей, выпуск резко сократится. Он прекрасно знал, что неработающим пенсионерам будет надбавка к пенсии. При этом с 1 сентября убрал тройную. За работу в выходной день. Само собой, люди по этой причине не станут пахать за копейки и оставлять свои силы и нервы на предприятии, которые их не ценят. Мы решили получить информацию из первых уст и обратились к руководителю МУПа. Слухи об отмене тройной оплаты труда в выходные не подтвердились. Вот документ, согласно которому все прежние выплаты сохраняются в полном объеме. В июле этого года мы принимали новый коллективный договор. Все гарантии и компенсации работникам были сохранены в полном объеме. В том числе и гарантии и компенсации связаны с работой в выходной день, где работникам предоставляется трехкратная оплата за работу в выходной день. Информацию о массовом бегстве сотрудников руководитель предприятия также не подтвердил. Дефицит кадров есть, но он возник не сейчас, а несколько лет назад. Штатная численность 200 человек, списочная численность на сегодняшний день порядка 175 человек. По анализу, проведенному за последние три месяца, из предприятия выбыло 23 работника. Но приняли мы на работу порядка 12 человек. Таким образом, говорить о том, что у нас происходит массовое увольнение, мне кажется, по меньшей мере, необоснованно. Подавляющее большинство тех, кто уволился по собственному желанию, действительно работающие пенсионеры. Оказалось, в коллективе кто-то распространил информацию о том, что с ноября 2018-го перестанут индексировать пенсию работающих пенсионеров. И единственная возможность получить надбавки – уволиться до ноября. Кто вот рассчитается, будет сидеть дома, тому якобы сейчас делают перерасчет, сделают хороший перерасчет и каждый месяц будут добавлять к пенсии тысячу, якобы. Вот видите, сразу с вора пошла, три парня пошла, что из-за чего-то, значит, недовольно что-то администрации, а на самом деле администрация вообще к этому расчету не имеет отношения. Уходят, что вот будет перерасчет пенсии, прибавят громадные деньги, сразу они все у нас, кто рассчитывает, станут миллионерами. Но еще пока государство топор на себе ни разу не уронили. В пенсионном фонде информацию об отмене индексации назвали фейком. Кто-то сделал выводы, не разобравшись ситуации. Та информация, которая в настоящее время и в последнее время появилась в сети интернет, о том, что всем работающим пенсионерам необходимо уволиться до ноября месяца, эта информация не имеет никаких оснований, потому что в настоящее время в действующее законодательство не внесено никаких изменений, которые касались бы выплаты пенсии работающим пенсионерам. Пока пенсионеры продолжают осуществлять трудовую деятельность, они получают пенсию без учета всех индексаций, которые у нас предусмотрены законодательством. В случае, если они увольняются, они начинают получать пенсию с учетом всех индексаций, которые прошли в период их осуществления работы. Но получать они ее начинают не сразу, а спустя три месяца, которые необходимы пенсионному фонду для обработки отчетности работодателя. Но за эти три месяца они получают доплату пенсии. То есть за период, начиная с месяца после увольнения, они получат доплату пенсии полностью. Как оказалось, не только пенсионеры, трудящиеся в МОП и ПТ, попались на лженовость. В пенсионный фонд регулярно поступают звонки от работающих пенсионеров. Ответ специалистов однозначный – не верить интернет-уткам. Прежде чем совершить необдуманный шаг, проверить информацию. Гражданам, которые продолжают осуществлять работу, необходимо перед тем, как уволиться, сопоставлять свою зарплату, размер своей заработной платы и размер увеличения пенсии, который они получат в случае увольнения с работы. Полный размер пенсии они могут посмотреть в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. По словам кондукторов депо, многие из уволившихся хотят переждать ноябрь и вернуться на прежнее место работы, чтобы уберечь оставшихся сотрудников депо от бессмысленного увольнения, специалисты пенсионного фонда планируют организовать для них разъяснительную беседу.